2 марта 2014 года, Харьков. Шум имеем, шум имеем. Значит, вчера здесь были столкновения из здания областной государственной администрации. Пророссийские силы, демонстранты, даже граждане, я так понял, российские вытесняли сторонников Евромайдана, которые захватили это здание ранее, по-моему, 22 февраля. Около 100 раненых, насколько я знаю, с обеих сторон гражданином Российской Федерации. Над зданием областной государственной администрации вчера был установлен триколор Российской Федерации. Не знаю, насколько эти данные точные, но, по-моему, он уже объяснял, что таким поступком он не хотел сказать. Сейчас, не хочу ошибиться в словах, в общем, что в Харькове живут, Сифрон какую-то называл там 70 с чем-то, что ли, процентов русских. И поэтому флаг Российской Федерации может висеть, имеет право висеть над зданием областной администрации. То есть, не хотел сказать, что это русский город, но, в общем, не буду туда того, что точно не помню, говорить. Заходите на это, в интернете, я думаю, есть возможность, да. Так что дальше? В связи с этим, это вчера, тут народу было море просто, просто реально море. В связи с этим Евромайдан на сегодня отменили. То есть, написали во всех соцсетях, оповещениях, что не будет, опасно. Не выходим, не надеваем никаких символики никакой Евромайдана. Дабы не провоцировать. Везде. Занимаемся тем, что пытаемся помочь тем, кто пострадал вчера. Вчера здесь люди крепко, конечно, получили по полной программе. В отличие от предыдущего захвата, насколько я знаю, тогда не пострадал вообще ни один человек. Ничего не было разбито, разрушено. Да, так и о чем. Я, несмотря на то, что в соцсетях оповещение Facebook, ВКонтакте, что не будет никакого Евромайдана в 12 часов, просто по себе думал, что не может такого быть, чтобы народ не вышел возмутиться. И решил подъехать посмотреть, что там происходит, если кто-то еще. Ну, судя по всему, я не знаю, что там сейчас за силы. Ну да. А, вон, что-то Путин. Раз слово Путин идет первым. А дальше не три буквы, то, может, это еще и пророссийское. Посмотрим. Сейчас я подведу туда поближе. Дальше запись включу. То есть я рассчитывал на то, что, уж поскольку мне так зудит выйти, им свой протест высказать, то и в Харькове людей наберется достаточно для этого. Ну, хотя бы несколько человек. Не все же обгадились. Из-за этих толпы коллаборационистов. Рука плескавшая вчера. Ладно. Сейчас допишем дальше. Поближе подъеду тогда. Поближе подъеду.